Константин Генич Мы видим состав команды хозяев Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1 На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель Смотрим состав Спартака Они выбрали ту же тактику 4-5-1 На форварде лежит большая ответственность Ну и при такой расстановке не меньше зависит, конечно, от игроков средней линии Константин, ты же начинал свою футбольную карьеру именно в Спартаке Напомни нам всем, почему болельщики называют Спартак мясом Ну, во-первых, говорят, команду в 20-е годы поддерживали мясные кооперативы А во-вторых, красный цвет все-таки натурально напоминает мясо Наверное, так А во-вторых, красный цвет все-таки натурально напоминает мясо Команда на поле и арбитр только что дал свисток к началу первой половины матча Нет, не дошел этот пас до адреса Мяч у защитника, он сыграл надежно Квинси Промис И разрезающий пас на ход Прошел пас, можно обострять Угловой будет подавать Спартак Мяч летит Это вратарев подарок Мяч без проблем он забирает Хороший пас, что тут получится? Александр Самедов Есть первый гол у нас Очень резвое начало с быстрым голом Нас ждет атакующая игра сегодня В этом нет никаких сомнений Это вам не прямой удар с носка с закрытыми глазами Это совсем другое дело Да, ювелирная работа Идеально закрученный мяч Который идет точно так, как и хотел игрок бьющий 1-0 в нашей игре Дмитрий Комбан Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить Александр Прудников Может получиться интересная атака Надо забивать и сравнивать счет Мимо Оборона тут сыграла просто здорово Не дала время прицелиться и нанести точно удар Глушаков Роман Зобнин Квинси Промис Это может быть опасно Мяч отобран чисто Ну-ка, кто к нему успеет первым? Защита первая на мяче Вынос Арсен Хубулов Александр Прудников Тут может что-то получиться Это легкий мяч Других хозяев, кроме голкипера Здесь по эпизоду не предвидится Арбитр фиксирует игру рукой Александр Прудников Обратный пас Очень быстро сыграет Это может быть опасно Можно попытаться передачу сделать Надежно играет защитник Атака прервана Луис Адриан Камбаров Примассированной обороне Всегда легче и правильнее атаковать фланг Дмитрий Камбаров Мяч в штрафной Не может его вынести защита А вот около штрафной Это может быть опасно Александр Самерев Опять мяч за пределами поля Это не вбрасывание мяча А его выбрасывание Ну кто так играет? Потерял он мяч Но кому он достанется? Арсен Хубулов Мяч покинул пределы поля Брудников Посмотрим за этой атакой Да, это совсем не точно Дмитрий Камбаров Блестящий счет сыграл Теперь надо грамотно распорядиться мячом Александр Самерев И подача туда в стоп Вратарь решил отбить мяч С этого углового Можно укрепить преимущество А вот сейф нам еще раз показывает Просто невероятно сыграл вратарь В центре штрафной Винти Промес Вратарь Вот это сейф Уходит команда на перерыв За 45 минут забит один единственный гол Хороший первый тайм он правил Так, ну я думаю, что своим голом он доволен Ведет команда после первого тайма Но одного гола может и не хватить для победы Поэтому надо во втором тайме постараться развить преимущество И забить еще как минимум парочку Команда уже на поле И второй тайм начался Потеряли они мяч Теперь надо отходить в оборону Есть хороший адрес для передачи И подает в штрафную Я вообще не думаю, что нужно бить со столь дальней дистанции Ну и что это было? Думаю, и сам, наверное, он не сможет это объяснить Просто бездарно распорядился мячом Арсен Хубулов Это может быть опасная атака Свисток арбитра, игра рукой Луис Адриан Но это тот случай, когда полевой игрок может взять мяч руками Комбаров Роман Зобнин Есть варианты развития атаки Ну, пора подавать Очень здорово разбирается с обороной футболиста И мяч у вратаря Без труда он его забирает Отлично сыграно Отлично сыграно, надо решать Перспективная фланговая атака намечалась Но защитник прервал ее Александр Самеров Через фланг идет атака Есть свободное пространство И туда, на дальнюю подачу пошла Судья показывает, что будет угловой Они ведут в счете А тут еще и свежий игрок появляется Сопернику будет нелегко отыграться Мяч летит в центр Будет штрафной удар Александр Прудников Денис Глушаков Такими действиями игру не обострить Глушаков Это может быть опасно Отличный отбор Но мяч-то кому достанется? Удастся ли им быстрый выход Из обороны в атаку? Следует скидка Вратарь, что творит, а? Замена по счету Им необходимо забивать Чтобы спасти этот матч Мяч летит в центр Штрафной Опасно было Очень неплохо он пробил головой Добрался он все-таки до мяча И смог нанести прицельный удар Только вот чуть-чуть Не повезло Мяч прошел рядом со штангой Из этой атаки может получиться что-то стоящее Отличный пас Сейчас надо сравнивать Но забивать же нужно было Все условия для гола А он не попал Много ли будет таких моментов В сегодняшнем матче Георгий, а? Тем временем-то команда проигрывает Роман Зобни Это может быть опасно Комбат И с мячом он идет вперед Похоже, все решится в концовке Ух, какие напряженные минуты Нас ждут Арсен Хубул И подает в штраф Перекладина Мяч Казалось, что будет гол В Перекладину мяч попал Теперь можно и дух перевести Мяч забирает голкипер До конца игры 7 минут Шанс-то был хороший, а? Согласитесь Обидно такое загубить в последний момент Может получиться интересная атака Подача в штрафную Там голкипер выходит И нейтрализует угрозу Атака очень перспективная Ну же, последний шанс вырвать ничью Бездарная атака получилась Теперь надо снова отвоевывать себе мяч Роман Зобни Сергей Брызгалов Посмотрим за этой атакой Как же вовремя Защитник перехватил передачу Спас просто Пошла последняя минута Основного времени матча Выбили у него мяч Кому он достанется? Арсен Хубулов Уверенно действовал в перехвате Игрок И в итоге завладел мячом Мяч покидает пределы поля Игра закончена Да, они проиграли Но были в шаге от сенсации Представляешь, Константин Как сейчас чувствуют себя болельщики Этой команды Я думаю, они готовы буквально на руках носить своих любимцев Действительно, и уже на следующую встречу им придется выходить в совершенно ином статусе Теперь к ним будут относиться гораздо серьезнее Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok